Добрый вечер, Гомель. О том, что вода дарит нам жизнь, прекрасный мир, полный форм звуков и красок, каждый знает с детства. Мы каждое утро начинаем с водой, мы умываемся, принимаем душ, ставим воду для чая, мы задаемся вопросом, можно ли доверять качеству нашей воды из водопровода, колодца, родника, но редко задумываемся над тем, какой путь проходит вода, прежде чем достигнет нашего крана и что мы сами в силах сделала для того, чтобы сохранить водные ресурсы нашей области. Всемирный день воды это прекрасный повод напомнить людям о важности этих моментов. Сегодня мы обязательно сделаем это вместе с гостями программы. Знакомьтесь, пожалуйста, Владимир Ковзелев, директор общественного объединения Гомельская ассоциация детей и молодежи. Всем знакома как Аздема. Владимир Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Ирина Ленивко, эколог, добрый вечер. Ирина, знакомьтесь, пожалуйста, Вадим Ткачев, заместитель начальника отдела контроля за охраной и использованием атмосферного воздуха и водных ресурсов Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Добрый вечер. Добрый вечер. Вадим Эдуардович, Оксана Ковалева, заведующий кафедрой экологии Гомельского государственного университета имени Франциска Скарыны. Добрый вечер. Добрый вечер. И Сергей Кравченко, заведующий отделением коммунальной гигиены Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня в руках, уважаемый гость, стакан воды. Я признаюсь, я люблю пить воду из-под крана. А какую воду пьете вы обычно? Пожалуйста. Я пью воду из-под крана, но использую обычный фильтр бытовой для улучшения немножко вкусовых показателей. Именно для улучшения вкусовых показателей. Меня интересует, например, вот Ирина. Пожалуйста. Я тоже пью воду из-под крана. Без применения всяких фильтров. Вадим Эдуардович. Я также пью воду из-под крана и тоже использую фильтр, обычный кувшинный фильтр, который частично уменьшает концентрацию веществ в этой воде. Какую же воду пьет Владимир Михайлович Ковзелев? Я тоже пью воду из крана без всякой очистки. Оксана? Если у меня есть возможность выбора, я доверяю источнику водоснабжения, то, конечно, я пью сырую воду в порядке уменьшения приоритета в кипяченую и в последнюю очередь бутилированную. То есть Оксана Владимировна пьет воду разную? Но предпочитаю все-таки воду из-под крана, если я уверена в ее качестве. Спасибо большое за ваши ответы. Скажите, а каковы вообще параметры качества питьевой воды? Геническими нормативами установлено, что вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Что это значит? Безопасность в эпидемическом отношении, это значит, что в воде не должно быть возбудителей инфекционных заболеваний, будь то вирусы, простейшие микробы, не важно. И плюс определяются определенные еще показатели микробиологические, в которые мы вдаваться не будем. В радиационном отношении это, опять же, соответственно нормативам по показателям альфа и бета активности. По химическому составу вода должна быть безвредна в том плане, что не содержать в повышенных количествах как природных компонентов, которые содержатся, естественно, в каждой воде, в каждом источнике в определенных концентрациях. Плюс туда не должны проникать какие-то вещества, которые в природной воде не содержатся, даже в том числе и те, которые вносятся человеком для улучшения качества или безопасности воды. Например, тот же хлор должен быть в определенных и соединениях хлора. То есть вот это основные принципы, которые гарантируют нам безопасность воды. Спасибо. Я хорошо помню, как в детстве, наверное, и вы это прекрасно помните, как в детстве нас старшие родители ругали за то, что мы школьниками разгоряченными там наклонялись прямо к крану, хлебали эту воду водопроводную, ругали, не пей воду из-под крана. И вот мне кажется, вот эти предостережения, они и в сегодняшний день перешли, и по сей день многие взрослые опасаются. Но есть ли основания для тревог у гомельчан? Я думаю, что нет. При нормальном, обычном штатном функционировании любого водопровода, не только города Гомеля, подается вода населению гарантированного качества по тем критериям, которые я недавно назвал. Чтобы это подтвердить, то есть проводится очень большая работа по контролю, чтобы понимали все наши зрители и мы. Вода в таком масштабном водопроводе, как гомель, контролируется по нескольку раз в день по основным показателям. Менее масштабные водопроводы подлежат лабораторному контролю. Вода перед поступлением в сеть подлежит лабораторному контролю с меньшей кратностью, но это все равно не реже, чем один раз в неделю. По основным показателям микробиология и органолептически то, что мы видим, ощущаем на вкус и запах. Поэтому говорить о том, что вода небезопасна, оснований нет. Понятно. Вот в Гомеле так все замечательно и хорошо, но у нас же есть еще и райцентры и малые населенные пункты. Как обстоят дела в райцентрах? Райцентры и другие населенные пункты. Каждый водопровод в них это своя система, поэтому о каждом говорить нужно отдельно. Но в целом надо начать с того, что вода в Гомельской области, в нашем регионе, она в природном своем виде содержит большое количество железа. То есть почти все водоносные горизонты, которые используются для питьевого водоснабжения, содержат железо. Как мы это можем видеть, ощутить на себя? Это изменение запаха, привкуса и плюс могут быть изменения, которые видны внешне. То есть мутно добавляться. Поэтому, к сожалению, убрать это можно только с помощью специальных систем водоподготовки. Из 680 водопроводов, которые у нас на Назоре состоят, то есть меньше сотни всего лишь имеют эти системы водоподготовки. Поэтому в тех системах, где проектами предусмотрен полный комплекс сооружений, ситуация такая же, как и в Гомеле. К сожалению, по другим населенным пунктам, где нет станции обезжелезивания, ситуация может быть немного другой, но она опять же зависит от ряда факторов. И не обязательно, что она там не соответствует нормативу, но она там может колебаться в зависимости от природного состава воды в этом компоненте. Назову несколько цифр, чтобы все убедились. Пожалуйста, да, конечно, это интересно и важно. Есть критерии ВОЗ, которые гарантируют безопасность воды, то есть говорят о безопасности. Это менее 5% несоответствующих проб воды в течение года. То есть мы по 2018 году и за последние десятилетия, скажем, имеем по области в целом процент от 1 до 2. То есть мы абсолютно свободно вкладываемся в этот критерий безопасности. По химическому составу, конечно, ввиду тех причин, что я назвал, то есть есть разбежки, они касаются каждых систем, но это все равно в целом по области порядка 20% несоответствует. Где-то лучше, где-то хуже. Тут местные условия сильно влияют на качество воды. Понятно. Потребность человеческого организма в воде стоит на втором месте после его потребности в кислороде. Это знает даже первоклассник. Мы можем прожить несколько недель без пищи, но только несколько дней без воды. Поинтересуемся у наших гостей. А на каком уровне, по их мнению, акваграмотность гомельчан? Вот это мне интересно. Оксана Владимировна, скажите, пожалуйста, какими водными ресурсами вообще располагает Гомельская область? И как вы, как специалист, оцениваете их состояние? Гомельская область богата водными ресурсами. В целом, как и Беларусь, не зря ее называют Синекой. У нас много рек, крупных рек и средних рек, большое количество малых рек, пойменных озер, городских водоемов, водохранилищ и так далее. И наблюдение за качеством водных ресурсов области мы начали так системно с 95-го года. То есть еженедельно, ежемесячно и планомерно. И когда мы начинали, конечно, впечатление было 95-й год, сами можете себе представить. Лихие 90-е. Практически да. То есть пристальное внимание мы уделяли, естественно, реке Уза, потому что она самый загрязненный приток реки Сож. В нее сбрасываются сточные воды нашего города. И, конечно, было печально, потому что качество воды было в лучшем случае загрязненное, а так даже очень грязное. Впадает в Сож, в главную водную артерию нашего региона. Поэтому наблюдали и наблюдаем до сих пор. Оксана Владимировна, а вот озера, которые в Гомеле, тоже входили в круг интересов ученых? Естественно, они сейчас входят в круг наших исследований. Мы смотрим за ними, наблюдаем. И вот хотелось бы сказать, что в последние годы уже река Уза и по всем статистическим материалам, по отчетам Министерства природных ресурсов, охраны окружающей среды, Минстатистики, она перешла из категории загрязненная в категорию умеренно загрязненная, как, в принципе, большинство водоемов, водотоков нашей республики и региона. Иногда бывают всплески в определенные периоды, когда можно сказать, что она переходит в категорию загрязненную. Но только единичные случаи в течение года. Радуют эти показатели. Владимир Михайлович улыбается. Вы понимаете, когда работаешь с населением и ведешь или опрос, или спрашиваешь их мнение, что влияет на здоровье, то все буквально, в главных три первых вопроса вода попадает в 100%. В три главных вопроса, что вода влияет на качество нашего здоровья. Поэтому или тут есть несоответствие, или народ не знает, какое состояние качества воды, или не хватает, может, у них грамотности. Я тоже так раньше читал, но пока не сам не стал заниматься исследованием. Сейчас у меня поменялось... То есть вы поддерживаете мнение, Оксана Владимировна? Да, я сказал, я пью сырую воду, я не боюсь, я ее пью. Ну, из озер или из Узы мы вряд ли будем воду пить, но... Нет, нет, я водопроводную. Я воду в кране пью сырую, да. Но мы же пойдем рыбу ловить, правильно, на берег реки или на озеро, то же самое Любенское, на озеро Волотовую и так далее. То есть, Оксана Владимировна, я так понимаю, что нынешняя ситуация по сравнению с 1995 годом, вы говорите... Гораздо лучше, на порядок выше качества. Может быть, есть надежда, что когда-то мы выйдем на просто идеальные показатели? У меня есть надежда, что когда-нибудь мы выйдем на показатели 1950-х годов, когда река Осож была одной из самых чистых рек Европы, куда заходила стерлядь, заходила белуга, потом, как вы говорите, наступили веки 90-е. А теперь государственная политика в области охраны и рационального использования водных ресурсов достаточно жесткая и планомерная, и шаг за шагом она приводит к тому, что все-таки качество водных ресурсов улучшается. Поэтому я надеюсь, что мы вернемся к тому, что река Осож в ближайшие 10-20 лет перейдет в категорию чистая, изумеренно загрязненная. Ну, это моя такая надежда. Ну, это наша общая надежда, Владимир Михайлович. Да, да, спасибо. Вот недавно нам тоже привозили воду с реки Уза. Мы тоже смотрели и ничего, превышения не нашли. Я удивился. По цветности она, кажется, должна была что-то превышать, но на самом деле было все в пределах допустимой концентрации. Ну, это может быть после зимы? Ну, возможно, потому что эти загрязнения сезонные часто бывают, особенно по нитратам, по другим элементам. Они всплески, вот как сказалось, анализируют всплески в зависимости от сезона. Я еще хочу немножко добавить статистики по той теме, которую вы так хорошо изложили. Действительно, с 1995 года в Беларуси действует система локального мониторинга. В том числе сейчас находится на реках 29 стационарных постов, на которых отслеживается состояние водных объектов. В том числе 7 трансграничных водных объектов. Одно водохранилище контролируется. Ежемесячно отбираются пробы сточных вод не только по гидрохимическим показателям, но по гидробиологическим. И действительно тенденция по улучшению качества не только реки Уза, СОЖ имеет место в последние 10 лет. Это, конечно, связано с определенным контролем за сбросами сточных вод в окружающую среду, за регулированием этих процессов на предприятиях, за вопросами экономии воды. То есть чем меньше будет отводиться окружающие среды, тем меньше будет влияние. Трансграничному сотрудничеству областным комитетом уделяется очень много, большое внимание. То есть в прошлом году у нас состоялся ряд международных встреч с российскими коллегами, с украинскими коллегами, на которых в том числе обсуждались вопросы качества трансграничных водных объектов. Это в первую очередь река Днепр, Припять, река. Были проинформированы как украинские, так и российские коллеги о тех мероприятиях, которые реализует Беларусь. Прежде всего это бассейнный принцип управления водными ресурсами. В прошлом году на базе областного исполнительного комитета, Гомельского областного исполнительного комитета, был создан Припятский бассейновый совет. Прошло первое заседание в областном комитете его. В конце года также на базе областного комитета было проведено второе заседание Днепровского совета, который организован и действует при Могилевском областном исполнительном комитете. Были приглашены все заинтересованные представители предприятий, которые действительно могут оказать влияние на качество тех сточных вод, которые попадают в наши водные объекты. Это позволяет регулировать процессы по улучшению наших водных объектов. Спасибо. Ну вот получается, что есть ответственные люди, есть, скажем, нужные структуры, которые занимаются этим. Но я хотела бы перейти вот именно к акваграмотности каждого гражданина Гомельской области. Вы все работаете с людьми, правильно? Все работаете с гражданами. Как бы вы оценили эту акваграмотность? Пожалуйста, Владимир Михайлович. Ну, мы уже больше 20 лет занимаемся экологическим воспитанием. Мы продаем большое значение воспитанию подрастающего поколения. Поэтому наше основное направление – это проведение различных образовательных мероприятий, практических мероприятий, акций, таких как по уборкам, по исследованиям, по уборкам, естественно, прибрежных территорий, зеленых зон, которые могут повлиять на качество воды. Потому что на сегодняшний день… Каждая не понимает это, что вот то состояние, количество брошенного на берегах рек и озер мусора может повлиять на качество воды. Да, у нас еще существует стереотип, что у нас воды много, и хватит надолго, и всем хватит. О, расскажу пример. Да. Строился Протковский рынок. Ну, я там в Волотове исследовали, мы жил и исследовали воду в этих волотовских озерах. И бабушка там рядом с рынком дворик подметала и воду вносила, выбрасывала мусор. Ну, раз посмотрели на него, второй раз я ее предупредил. Третий раз я… Вы лично? Да. Третий раз мы ее уже с экологической инспекцией серьезно предупредили. Просто она говорит, а я и не знала, мы все время так делаем. Стереотипы существуют у населения, что в воду можно выбросить все, что угодно. Мы ловили несколько раз, которые сливали в колодцы, там же в Волотове я видел, в 17-м микровене. Остановился, машина остановилась, шланг, колодец и сливают. Я шел, развернулся, вернулся, быстренько смотал и утекать водитель. Это проблема наша, пока воспитание еще на недолженном уровне. К сожалению, проблема провести пикник на берегу озера, оставить пластиковую бутылку. Хорошо, если одну не убрать за собой. А потом волонтеры из Аздема, ассоциации детей и молодежи, идут, собирают. Ну и другие активные граждане, скажем так, сознательные граждане. Ведь как часто бывает, когда сам идешь и просто подбираешь этот мусор, потому что это брошенный мусор, это уже пример для остальных. Раз кто-то бросил, значит, и я могу это сделать. Приходится выходить. Да, конечно. Поэтому мы находим возможности, даем инструмент нашим учащимся школьникам, учебным заведениям, при помощи которой они могут сами начинать заниматься каким-то исследованием. Ну, допустим, есть учебная лаборатория, вот так как у нас, там Мерск лаборатория, есть такая традиционная, при помощи которой могут воспользоваться учебное заведение, взять у нас и померить воду. Сейчас мы ведем исследование колодежной питьевой воды в сельской местности. Вот можем дать тоже тест-полоски, чтобы жители могли сами определить, что они пьют. Но это вода, которая, допустим, не контролируется в основном санитарными службами, такие как колодцы, там колонки, скважины, там где-то на огороде, на даче, дома. Совсем не контролируется санитарными службами? Ну, я думаю, что если мы выкопали колодец, сделали колодец или колонку пробили и не сообщили государственным службам, мне кажется, туда никто не придет, кроме хозяина. Ну, так в этом же должны быть заинтересованы сами граждане, которые пробили скважину, правда? Как часто, кстати, нужно вот поинтересоваться, какую же воду мы пьем из скважины? Сергей Владимирович, на даче пробили скважину. Нужно ли интересоваться или можно быть уверенным в том, что вода чистая, хорошая, это же все-таки далеко от Гомеля? Скважина на даче, это еще неплохой вариант. То есть мы приезжаем на дачу побыть, отдохнуть, другое дело, когда люди не имеют доступа к централизованной воде. И это уже более серьезная проблема, которую наша служба волнует, в первую очередь, наверное, в питьевом водоснабжении. К сожалению, надо говорить, что сегодня сегмент вот этот в целом в структуре водоснабжения довольно большой. По нашим таким довольно грубым подсчетам, порядка 70 тысяч населения области используют в качестве источника единственного водоснабжения колодезную воду. Это вода общественных колодцев. Я уточню, то есть 1200 населенных пунктов, чуть больше, которые не имеют централизованных водопроводов. Эта цифра довольно большая, и вот этим мы обеспокоены и ведем надзор за тем, чтобы вода была безопасна, и люди могли ее спокойно пить. Но колодцев на сегодняшний день мы насчитываем более 6500 именно общественных, которые большим средством находятся на балансе служб ЖКХ. С ними мы совместно ведем работу по контролю качества этой воды, по контролю технического состояния колодцев. Мы со своей стороны ведем надзор, они проводят каждодневную работу по поддержанию их в надлежащем состоянии, по контролю и улучшению благоустройства того, что находится вокруг этих колодцев. Ну, все упирается в то, что колодец вообще с гиенических позиций – это самый ненадежный подземный источник водоснабжения. Это корень всех проблем. Поэтому в каждой ситуации… Это и атмосферные осадки, правда? Совершенно верно. Это несознательные граждане, которые могут что-то бросить. Это и просто состояние воды, колодцы вырыты давно, то есть никто не знает, в каком они водоносном горизонте, и любые изменения, как погодных условий, так и вообще состояние вокруг, то есть могут привести к его изменению. Поэтому к вашему вопросу, как часто надо контролировать, я бы рекомендовал каждому владельцу, то есть то, с чего мы начинали, если у вас на даче или на участке есть свой колодец, кроме вас никто не обеспокоен. Но колодцы мы называем и скважину, правильно, в данной ситуации? Мы их называем трубчатые и шахтные. Все, что не водопровод, так? Да, давайте определимся. Мы их называем вообще шахтные и трубчатые. Но от этого суть не меняется, они все позволяют поднимать воду из одного и того же горизонта. То есть если это условно 6-8 метров для наших в среднем территории, для любого населенного пункта, то мы должны понимать, что это незащищенная вода. И я рекомендую каждому владельцу колодца делать это хотя бы раз в сезон, исследовать свою воду. Уже после нескольких лет, если он, можно видеть, колеблется ли качество воды по сезонам, то есть какой уровень воды, это все показать очень-очень сильно влияет. То есть сохранять все эти документы, да, и смотреть динамику, я так полагаю. Конечно, без постоянного контроля использования воды из колодца я не могу, как специалист, назвать безопасным полностью. Просто потому, что это колодец. Хорошо. Но если... Да, пожалуйста, Владимир Михайлович. Поэтому вот здесь баннер стоит, да, мы когда работаем с населением, да, то мы призываем их посмотреть, как правильно строить колодец, как за ним ухаживать, как его содержать в нормальном состоянии. Вот там есть рекомендации. Очень хороший баннер, да. Это было бы хорошо бы всем знать и выполнять эти рекомендации, чтобы как-то себя обезопасить от этой некачественной воды. Ну и как минимум контролировать. Сначала по всем правилам построить, а потом как минимум контролировать воду, которую пьют. Хорошо. Потому что на сегодняшний день водоносные горизонты опустились, и многие звонят и спрашивают, а помогите нам, колодец, воды нет у колодца. Приедьте, помогите нам сделать воду. Ну, я спрашиваю, а вы давно чистили колодец? Да, мы не помним. Просто за колодцами уже сейчас, можно сказать, плохо ухаживают, но много где не ухаживаешь. Вода опускается, естественно, надо дорабатывать колодец, надо его обслуживать. Поэтому проблема вторая всплывает по обслуживанию. Некому обслуживать. Остались люди пожилые в населенных пунктах. Они не в состоянии уже многие обслуживать. Я дополню, что это касается своих частных колодцев. То есть для общественных колодцев есть кому обслуживать. Этим занимаются сельские советы и определенные службы, нет? Нет, этим занимаются службы ЖКХ. Практически благодаря большой полномерной работе, которая в нашей области была проведена еще много лет назад, на балансе сельсоветов не осталось. Колодцев, они могут быть в деревнях в качестве элемента благоустройства. Что-то оставляют, чтобы просто красиво было проехать по деревне, видеть колодец там. Это арт-объект. Да, арт-объект. Но те колодцы, которые реально используются в питьевых целях, они все находятся на балансе какой-то организации. Я говорю, это процентов 99, это служба ЖКХ. По поводу дачников, к сожалению, то, что написано на баннере, это не всегда соблюдается, но это требование к шахтному колодцу. Шахтный колодец сейчас никто практически не делает. То есть, может быть, мы бы поработали и сделали... Все хотят именно колонки. Трубчатый, это проще, это дешевле, это надежнее. Но не подойдя правильно к выбору его места размещения и оборудованию, потом говорить о качестве воды может быть поздно и непоправимо. Поэтому в первую очередь мы выбираем место и конструкцию, а потом уже продолжаем следить за качеством воды. Владимир Михайлович упомянул тест-полоски, которые раздают населению. И я вижу, что у нас здесь в студии развернута портативная лаборатория. Вот такая, ну, скажем, лаборатория на скорую руку, но очень правильная, да? Да, это учебная лаборатория. Учебная лаборатория. С помощью такой проверяют воду, наверное, начинающие экологи. Ну да, если там уже превышения большие, то эта лаборатория тоже отразит реальные показания. Ну, может, с какой-то погрешностью там. Ну, нужно отметить, что в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья не с помощью такой лаборатории определяют качество воды, более серьезные показатели. Но если вам нужно определить, можно пить из этого родника, вот грубо, да, или нельзя, есть тут нитраты или нет, то, конечно, и такая лаборатория подойдет. Ирина Ленивко, далеко не начинающий эколог, профессионал. Проходите, пожалуйста, за стол. Мы представили вам сегодня 4 образца воды. Ирина, и я еще предлагаю вам еще один. Водопроводная вода из крана Гомельского. На какие показатели будем исследовать воду? Мы сегодня воду проверим на нитраты и железо. Наша помощь вам нужна? Нет. Или вы самостоятельно делаете, а потом мы интересуемся результатами. Пожалуйста, приступайте. Владимир Михайлович, еще один вопрос у меня. Занятия АСДЭМа проводят с детьми, с подростками. Насколько эффективно они проходят и насколько интересуют подрастающее поколение? Ну, мы стараемся занятия проводить в интерактивном, в такой форме, чтобы им было интересно, чтобы их чем-то завлечь. Поэтому, когда мы говорим, что мы проводим экологическую акцию, то, естественно, экологическая акция состоит из нескольких компонентов нашей работы. Это и уборки от мусора, это даже начали во время акции даже раздельно собирать мусор, благодаря шотландским школьникам, которые поучаствовали в нашей акции «Березовые рощи». И также мы вывозим с собой лабораторию, берем, чтобы детям было интересно, потому что классы, химико-биологические классы, они получают практические навыки. Да, они видят практическое применение науки в деле. Да, вот, допустим, мы видим сейчас, вот, идет в Мозыре в 16-й школе вот этот фильм, где мы устроили вот такой практический семинар, практикум для школьников 16-й школы города Мозыра, где они сами проверяли воду своими руками, ну, с нашей помощью. Поэтому это интересно, и многие заинтересованы, и школы просят, и чтобы мы тоже дали такую возможность им тоже поработать в своих населенных пунктах. Ну, по возможности, да, мы будем оказывать такую помощь методическую и организационную, чтобы они смогли у себя в доме со школьниками поработать, и хотя бы узнать состояние питьевой воды или из крана, что они имеют на своей территории. А вот вопрос дилетанта. У Ирины тест-полоски, она проводит здесь опыты, а вот с помощью каких-нибудь подручных средств, которые есть в каждом доме, в каждой квартире, в каждом сельском доме, ну, там, сода, соль, я не знаю, что еще иметь, сахар, крахмал, можно ли как-нибудь определить качество воды? Вряд ли. Есть только наши органы чувств, например, там, запах, вкус, цвет мы можем увидеть. И, значит, понравилась нам вода по цвету, если понравилась, то... То есть априори ее пить нельзя, конечно, но хотя бы это как-то обезопасит. А подручными средствами, такими, как вы перечислили, нет. И я думаю, что в любом хозяйстве, даже в домашнем хозяйстве... Это сделать невозможно. Но вот самый простой способ обеззараживания воды, о котором всегда говорят, это кипячение воды. Правда? Может быть, оно обезопасит воду, и человек сможет избавиться от фосфатов, нитратов, железа. Но это опять вопрос дилетанта. Общее заблуждение. Естественно, кипячение – это самый достойный, не самый эффективный, но самый доступный способ обеззараживания воды. Но состояние нашего централизованного водоснабжения позволяет все-таки эффективно обеззараживать воду кипячением. У нас нет каких-то болезнетворных, спор болезнетворных бактерий, где воду нужно кипятить там по 30-20 минут. Поэтому для нас кипячение вполне приемлемо. Что касается загрязняющих веществ, все с точностью, но наоборот. Смотрите, элементарное знание физики и химии. При кипячении вода испаряется, соответственно, уменьшается ее объем в той емкости, в которой мы кипятим. Извеличивается концентрация. Да, загрязняющие вещества никуда не деваются, и получаем ту же массу загрязняющих веществ, но уже на меньший объем воды. Тем самым мы увеличиваем концентрацию нитратов, фосфатов и других загрязняющих веществ. Поэтому кипячение не удалит загрязняющие вещества. Я поняла. Хорошо, тогда вопрос такой. Правильно ли поступают люди, которые пьют исключительно кипяченую воду? Ну вот есть такой пунктик. Ну это выбор каждого. Да, и они имеют на это право. Плюс, почему, например, я пью водопроводную воду, сырую воду, как говорится. Мне нравится больше ее вкус. У всех вкусовые рецепторы разные. Плюс там они могут быть нарушены курением, употреблением острой пищи и так далее. Это просто мое предпочтение. И в кипяченой воде количество кислорода растворенного меньше, соответственно. Поэтому вот я предпочитаю эту воду. А так это выбор каждого. Она не вредная. Но если кто-то верит в то, что кипяченая вода нужна ему по жизни, пожалуйста, пейте. Повторюсь, у нас в водопроводе нет того количества фосфатов, нитратов и железа, которое бы повредило нам, если бы мы пили эту кипяченую воду и даже уменьшился ее объем. Очень популярно. У жителей нашей области родники говорят, что в них очень вкусная вода. К источникам не зарастает народная тропа ни зимой, ни летом. Ну а что расскажут о качестве воды из родников и инициативах по их благоустройству и сохранению гости сегодняшней программы. Оксана Владимировна, вы сказали, что вот вам нравится вода водопроводная по вкусу. Как много людей, которые говорят, пойду к роднику, наберу вот такой воды, как в роднике, нет. А между тем, родники ведь не все одинаковые, правда? И лаборанта каждый день не поставишь к роднику, ведь кто проверяет воду в родниках? И что нужно сделать для того, чтобы вода в родниках была качественной? Владимир Михайлович. Ну, кто проверяет? Во-первых, наверное... Аздема. Да. Ну, мы как общественная организация, мы увидели, что люди берут воду, пьют. А какая вода, у них спрашивают, вы знаете, какая здесь вода? Допустим, Казанский родник, который находится на Подгорной, где внизу, там, где аэродром, они говорят, да, мы не знаем, но вода вкусная, мы поэтому и ходим туда пить эту воду, набирать. Они набирают воду, но они не знают качества, а в связи с... там сезонные бывают у них тоже колебания. Сплески. Сплески по нитратам. Мы ходим зимой и летом, и там небольшие превышения, ну, где-то, если 45 миллиграмм на литр содержания нитратов допустима концентрация, то бывает 90 мы намерили иногда зимой почему-то, потому что была погода такая, слякоть, естественно, концентрация нитратов увеличилась. Но, допустим, другие родники, вот такие, как Явицкого родник, вот который вот сейчас вот показывают, мы благоустроим, а там очень хорошее качество воды во все поры года. И летом, и зимой она практически вся в пределах предельной допустимой концентрации по нитратам, по железу тоже. Вадим Эдуардович, а в области ведь много родников, где-то более 80, по-моему, да? Да, и причем намного более 80. В этом году, точнее не в этом году, в прошлом году была закончена серьезная работа, которую проводил Минский институт, Странно-научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов. Она заключалась в поставленной задаче по идентификации всех родников, которые имеются на территории Гомельской области, с установлением их координат, размещением фотоматериалов и информации о дебете данных родников и об устройстве данных родников. Всего было идентифицировано 261 родник. В том числе ряд из этих родников используется, как вот Владимир Михайлович сказал, населением для, в том числе и для питьевых. Для питья, да. Люди специально приезжают с флягами, ни для кого же не секрет. Многие оборудованы, обустроены, оборудованы каптажом. Некоторые родники, ну, менее доступны, использованы. Есть временные родники, которые, их время существования не определено и рациональность их использования для питьевого засобжения, это тоже вопрос спорный. Вместе с тем областной комитет в прошлом году начал акцию обустроим родники Гомельщины, в рамках которой в том числе и Ассоциация детей и молодежи проводила работы. В Мозорском районе у нас были обустроены два родника, в том числе информация о качестве воды одного из родников была размещена рядом с родником. Если какие-то показатели превышены, ну, человек видит, он знает те значения веществ, которые содержатся в этой воде, и он делает свой выбор, как ему использовать данную воду. Но это ж не каждый родник имеет информацию рядом, да? Это работа только начата. Да, большому сожалению, пока нет у нас информационных стенда, у баннеров, которые бы отражали состояние воды. Но во всяком случае мы движемся в этом направлении. Да, мы пытаемся, я думаю, мы возьмем на вооружение, будем пытаемся восполнить эту нишу. Владимир Михайлович, ну я знаю, что и граждане, сами граждане, рядом живущие люди, которые часто набирают воду в родниках, оказывали помощь в благоустройстве, да? Да, а вот жители, которые живут, рядом пользуются, они очень обеспокоены этим состоянием воды, они болеют за это. И вот, допустим, хороший пример у нас был, когда жители деревень Будочиня, Березки приезжали на наши акции, помогали, вложили туда душу. Очень важно, чтобы местные жители помогали при благоустройстве родников. Потому что если это не надо местным жителям, тогда нет смысла благоустраивать, потому что он в любом случае тогда придет в негодность. А если есть те, кому не безразлична судьба родника, которые будут за ним смотреть, тогда у него в любом случае есть шанс на то, чтобы остаться и существовать, и дальше им могли люди пользоваться. Уже есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Ивановна, мы очень рады слышать вас. Скажите, пожалуйста, как часто вы ходите к роднику поводу? Я Вицкого. Ну, ходим мы очень часто. Ильич, Будочин. Значит, дачи все, дачные кооперативы тоже все там. Вода очень чистая, хорошая. Спасибо Владимиру Михайловичу, что нам организовал, чтобы облагородить родничок. Мы очень ему благодарны. Надежда Ивановна, скажите, пожалуйста, для каких целей вы используете родниковую воду? Мы используем родниковую воду для питья. Ну, а откуда вы знаете, что вкусное и полезное? Ну, понятно, вкусное определили, а полезное. Проводили исследования, правильно? Да, проводили исследования, брали на анализ. Там нитрата нормы, даже ниже нормы. Вода очень хорошая. Ну, спасибо вам большое и за телефонный звонок, и за те инициативы, которые вы с удовольствием поддерживали, за то, что собирали граждан для работы по благоустройству родника. Благодарим вас. Всего вам хорошего. Ирина, скажите, результаты наши готовы? Да, все уже готово. Итак, Ирина Ленивко, эколог, расскажет о том, насколько образцы воды пригодны для питья, использования, в каком состоянии вода? Что касается нитратов, я могу сказать, что у всех образцов одинаковые показатели, то есть содержание нитратов ближе к нулю. То есть это очень хороший показатель. Как раз весна, пока еще никто никаких удобрений не вносит, что очень радует, поэтому по нитратам вода соответствует. Следующий показатель у нас железо. Большинство образцов у нас тоже с нулевым показателем. Вот если вы так смотрите. Так, да. Но у нас есть один образец под номером 1, здесь уже показано, выявлено, его концентрация составляет по грубым подсчетам 3 мг на литр. Это какой образец? Это первый образец. Это образец из садового товарищества Баштан с улицы Парковой. Это тоже, это Гомельский район. У нас все образцы из Гомельского района. Но это не водопровод? Нет, это просто обычная колонка, которая на участке. Угу. Так, это большое превышение, да? Десятикратное. 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 Значит, что можно порекомендовать хозяевам этого участка, людям, которые используют эту воду? Ну, желательно, конечно, эту воду не пить. Это первое. И ее можно использовать для полива, она будет очень пригодна. Для стирки, для хозяйственно-бытовых нужд, да? Для стирки я бы не сказала, потому что это будет рыжая одежда. Потому что это уже будет... Давайте посмотрим бутылочку, баночку и увидим, действительно ли рыжая вода. Нет, так я смотрю, что все просы прозрачные. Они все прозрачные. И хочется сказать, что не всегда превышение генического норматива даже в 10 раз можно определить, даже по железу. Мы все знаем, что железо – это всегда рыжая вода. Вот мы видим, насколько она рыжая. Она абсолютно не отличается. Ира, покажите первый образец. Это первый образец. Она абсолютно прозрачная, такая же, как и все остальные. Ирина, а можно мне вот эту баночку с превышением показателей по железу я хотя бы понюхаю? Пожалуйста. Так, по цвету-то она прозрачная, да, Сергей Владимирович? Смотрите. Я бы выпил бы. Вадим Эдуардович. Вот можно... Так, и по запаху... Ну, я ничего не чувствую. А вы сравните, давайте сравним с другим образцом. Давайте водопроводную воду. Давайте, вот водопроводная вода. Ну, не знаю, может, у меня от волнения обоняние изменилось, но мне кажется, мне кажется, не пахнет абсолютно. Вот они идентичны. А тем не менее, поколюбичи... Нет, это не поколюбичи, это баштан. Это баштан. Все остальное, вся водопроводная вода и из скважины пригодна абсолютно по нитратам и по железу. Да, все правильно. Все. Спасибо большое, Ирина. Можно еще добавлю в тему родников? Конечно. Хорошие были сказаны данные, цифры и мнения. Но необходимо прежде всего отметить, что они находятся где-то на стыке между природным явлением и источником водоснабжения. Хотя официально источником водоснабжения для какой-то группы или поселка, или вообще даже домовладения не являются. То есть это по желанию люди ездят, берут. Вот та работа, о которой рассказывал Вадим Эдуардович по подсчету, по паспортизации родников, позволит, мы ведем сейчас совместную работу с областным комитетом, чтобы все-таки действительно обследовать их, посчитать, исследовать качество воды и сказать людям в доступной форме либо на сайтах, либо на табличках возле родников с помощью, хорошо бы было и общественных организаций. То есть вывести это все на официальный уровень, чтобы каждый имел к ним доступ, возможности, всю необходимую информацию. Я хочу добавить, я бы хотел, чтобы наши родники не превращались в какие-то места гуляний, купаний, проведения культурных мероприятий. Все-таки родник – это источник, может быть, питьевого водоснабжения, поэтому надо подальше от него, чтобы не было нагрузки на него. Я хотела бы предложить для обсуждения еще один вопрос. Давайте поговорим о том, в чем может выражаться ответственность каждого из нас за заботу, защиту и сохранение водных ресурсов нашей области. Я вижу перед собой прекрасный плакат, который и говорит о том, что может сделать каждый из нас. То есть если мы не будем ее экономить, то она когда-нибудь закончится. Это первое. Ну и второй нюанс – это, конечно, ответственно относиться к воде, как к окружающей среде. Да, мы не видим, откуда она поступает, но каждый из нас оказывает какую-то нагрузку на природу, к сожалению, это есть. Если каждый из нас будет ее пытаться уменьшить в любой форме, то в конечном итоге это отразится и на качестве воды, как одного из элементов нашей окружающей среды. На сегодняшний день вода – это ценный ресурс. Допустим, в Средней Азии говорят, капля воды – это крупица золота, поэтому мы должны держать в уме постоянно вот эту фразу. Спасибо. Мы видим роль общественных организаций именно в вопросах пропаганды, значимости воды, доведения до всех слоев населения, особенно нашей молодежи, те пути, методы, которые позволят сохранить этот водный ресурс и показать его значимость. То есть волонтерское движение для нас, как экологов, очень важно. И оно закрывает ту нишу, которая отделяет нас, государственные службы, которые эти вопросы решают на более глобальном уровне, экономия на предприятиях, экономия в целом в масштабах регионов. То маленький вклад, который могут сделать каждый, он должен каждый человек себе определить. Ему, естественно, должны сведения о том, как он это может сделать, поступить в доступной форме. Тут, я думаю, помощь волонтеров для нас будет просто бесценна. Моя позиция такова. Значит, я призываю все население любить и ценить природу, в том числе и воду, потому что, как вы говорили, акваграмотность у нас на низком уровне, в целом как экологическая грамотность. Поэтому я призываю не только самим любить, но научить своих детей беречь и любить природу. Оглянитесь каждый вокруг себя и подумайте, вы хозяин на этой земле или вы здесь просто временный гость, которому все безразлично. И каждый должен начать с себя. Позиция моя такова. Видишь, знаешь, как сделать, можешь это сделать, значит, бери и делай. Замечательные слова, уважаемые гости. Я благодарю вас за участие в этой программе и хочу обратиться к зрителям. Делая свой вклад в защиту окружающей среды, мы даем возможность будущим поколениям жить мирно, здорово и счастливо на безопасной планете. Дорогие друзья, это была программа «Добрый вечер, Гомель». Я, ведущая Елена Троценко, прощаюсь с вами. До следующей встречи. Спасибо. Субтитры подогнали Симон.